Добрый день! Всем привет из Канады! Сегодня сниму видео примерка Зары. Я немножко пропала на недельку. Взяла отпуск от ютуба, от работы. Гуляла, развлекалась. Я иду в Зару сегодня и покажу вам кое-что, что я решила примерить. Погода у нас мерзкая, как вы видите, капельки дождя на окне, пасмурно, тучи, температура где-то градусов 8. Поэтому я до сих пор в пальто, в свитере и как-то наряжаться еще не хочется, потому что погода пренеприятнейшая. Ну пойдемте в магазин. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет из примерочной Зары! Наконец-то! Ой, я такая дабл! Смотрите, меня две здесь. Я добралась до примерочной и захватила большую-большую примерочную. Я надеюсь, что меня из нее не выгонят, как меня выгнали из ZNM с большой примерочной. Стояла мамочка с коляской и ждала примерочную. Вот как мне не нравится, что меня здесь две. Как это мне сделать, чтобы это не было так? В общем, я попробую. Придумаю что-нибудь. Я набрала очень много красивых вещей. Я сегодня нахожусь в другом локейшн. Не в том, что я была в прошлый раз, но тем не менее, я нашла здесь вот это платье, вот эту юбку. Очень интересный такой льняной, как будто бы горчичный пиджак. Еще интересное льняное платье. В общем, давайте примерять ближе к делу. Платье, конечно, очень красивое, девочки. Что вам сказать? Необыкновенные красоты платье. Я пытаюсь себя так снимать, чтобы меня не было в двух, чтобы я не была в двух экземплярах, потому что здесь угловое зеркало. Вон, видите, вот там вот у меня кусок отражается, и это как-то странно выглядит, поэтому я так вот в уголок забилась. В общем, все мне не угодишь. Примерочная большая, и вот теперь мне зеркало это мешает. Короче, девочки, платье необыкновенной красоты. Я взяла размер medium. Стоит оно 130 долларов. Это 100% хлопок. Ну, что хочу сказать. Оно, конечно, красивое, но очень этническое. Это, знаете, вот, ну вот не наденешь его на любой случай жизни, и мне не очень в нем нравится вот этот вот воротник. Мне кажется, что если бы они сделали вот как-то больше, как-то больше вырез здесь какой-то, было бы лучше, потому что вот этот воротник, он, знаете, как будто бы вот платье такого фасона этник, а вот этот воротник вот такой, как будто от строгой классической офисной рубашки. Правда же? Как-то это, мне кажется, не сочетается и не соответствует. Не очень как-то вместе хорошо. Ну, а вот вся вот эта вот, конечно, оборки, вот эта вот вышивка, это очень красиво. Ну, конечно, так, знаете, на любителя. Немножко такое, как будто народные танцы какие-то к нему танцевать в этом платье, что я не знаю каких народов, честно говоря, потому что трудно определить. Ну, вот явно такое, знаете, какое-то такое славянское, румынское, что-то такое, знаете. Да, ну, в общем, ну, в принципе, конечно, это красиво. Ну, и хлопок. Но слишком много, мне кажется, вышивки, слишком, слишком много, слишком много этники. Вот, может быть, не стоило бы всю юбку так расшивать или весь рукав. Ну, в общем, я, короче, придираюсь. Мне она, в принципе, нравится, но я бы не стала покупать, тем более за 130 долларов, потому что я даже не знаю, куда бы я их могла надеть. Конечно, можно на работу, но это немножко так. Сейчас вот в полный рост вам снимаю себя. Вот, ну, прямо танцевальный ансамбль «Березка». Как-то так. Хотя вышивка красивая, посмотрите, какая красота. Прелесть. Второй аутфит у меня. Очень красивая юбка, и к ней я вот подобрала такой топик. Просто обычная футболка с рисунком с голубой, по-моему, по цвету подходит. Что здесь написано? «Dear holidays, please come back». «Дорогой отпуск, пожалуйста, возвращайся назад». Очень смешно. Ну, здесь, видите, небо, самолетик. Классно. Юбка очень красивая. Причем она, по-моему, сделана вот здесь спереди короче, а сзади длиннее. А, нет, она видится с боков длиннее, по краям сбоку длиннее, а вот здесь вот спереди и сзади она короче. По-моему, мне так кажется. Или она просто какая-то кривая. Не понял я. Но спереди точно короче. Юбка сделана наполовину лед, наполовину вискоза. Футболка абсолютно 100% хлопок. Юбка стоит 69 долларов, 70. Это размер large. А маечка стоит, по-моему, 13 долларов. Это тоже размер large. И абсолютно 100% хлопок. И это лен с вискозой. Значит, маечка вот такой где-то длины. Я ее тут вот замотала. Вы знаете, есть такой способ. Вот эта резинка для волос. Вы так вот заматываете в уголок и вот так вот подворачиваете. Получается она как будто бы такая вот немножко с фантазией. А в принципе она где-то вот по длине. Она не очень длинная. Она где-то вот по длине вот такая вот. Причем это large. Видите, она совсем не очень большая. Она такая довольно маленькая. Я потом уже сниму резинку, чтобы вам показать, какой она длины. Очень симпатичная. Юбка шикарная. Просто очень красивая. Вот это вот шитье, как я это называла в прошлом видео. А девочки подсказали, что это называется решелье. Совершенно верно. Видите, у нее такой край очень красивый. Очень красивая юбка и очень хороший состав. И совсем не очень большая такая цена ужасная. 69 долларов. Я считаю, что это для натуральной юбки очень-очень неплохо. Вот такая вот она. И очень приятная длина. Знаете, она не очень длинная, не очень короткая. Как раз вот в самый раз. Я, конечно, в своих ботинках, но вы понимаете, да? Я, к сожалению, не могу взять с собой померить никакую обувь примерочную. Потому что у него пятого размера ничего нету, девочки. В магазине онлайн у них еще есть. А в магазине я смотрела обувь, хотела взять что-то примерить, примерочную обувь. Но пятого размера в магазине вообще нету ничего. Поэтому я в своем. Вот видите, какая у меня длина у этой футболки? Она не очень длинная и не очень широкая. То есть вообще я бы сказала, что она довольно узкая. Для этого арч в принципе она как бы такая довольно совсем не оверсайзная. Девочки, совершенно офигенное платье, абсолютно офигенное платье. Сделано из стопроцентного хлопка и подкладка стопроцентных хлопок. Вот тут внизу, видите, под юбкой есть подкладка. И все, это хлопок. Ну, конечно, это такой немножко деревенский стиль. Это стиль отпуска. Это стиль морской, такой морского побережья. Но посмотрите, какое оно красивое. Оно такое красивое, это платье. Просто прелесть. Необыкновенное платье. Сделано шикарно. Юбка вот такая вот тройная. Здесь тоже сделано вот это вот шитье. Решелье, то есть. Видите, внизу. Я потом, может, поближе вам сниму. Ой, как же мне оно нравится. 100 долларов стоит. Размер медиум. Довольно большой. Видите, я хотела взять ларч. А потом решила, что медиум мне будет хорошо. И я посмотрела, так что оно довольно, видите, такое. Ну, конечно, нужно пробовать с этим белье под него, понимаете, да? Потому что даже с подкладкой, в принципе, белый цемент. И такая тонкая, тонкая хлопковая ткань на платье необыкновенная. 100 долларов. Конечно, дороговато. Будем ждать распродажи. Но, в принципе, оно очень красивое. Посмотрите, как красиво сделано вот это вот все. Все вот это вот решелье, защипы. И 100 образованных хлопок. Ни грамма синтетики вообще в нем нет. То есть, на лето это просто вообще шикарная находка. Шикарная. Видите, какое красивое. Ох. Прямо запало оно мне в душу. Хотя, конечно, 100 долларов мне очень жалко. Давайте я вам так вот сниму, чтобы показать. Смотрите, как красиво в нем. Все сделано. Прекрасно сделано. Не кривое, не косое. Видите, здесь еще такие вот вставки. Вот такая же вставка на юбке. И низ вот тоже отделано на димришелье. Очень красивое платье. Размер медиум 99 долларов. Класс. Еще одно платье чисто лняное. 100% лен. Хороший цвет. Платье-рубашка. Сделано вот здесь вот разрезы. Два кармана. Очень такой интересный пояс. Не очень продуманный, по-моему. Потому что я не очень понимаю, как его... Как-то я его так замотала здесь. У меня здесь вот просто такая пряжка без ничего. И длинный пояс. Деревянные пуговички. И такой же деревянная пряжка в поясе. Что, в общем, интересно для такого сочетания. И вообще платье такого цвета. Очень спокойного, обычного. И очень хорошего фасона. Вот в отличие от того зеленого, где воротник был, как рубашка в офисной... Офисная рубашка. Здесь воротник такой немножко отложной. И, в принципе, выглядит лучше, я считаю. Вот в этом платье. Если бы они сделали вот этот воротничок. Видите, который такой, как офисный. Если бы они сделали его вот такой, мне кажется, выглядело бы это лучше. Оно только немножко мятое. Ну, как льняное, знаете. Значит, это размер ларч на мне. Но, в принципе, я могла бы взять и медиум. Потому что оно мне довольно такое свободное. Но я взяла ларч на всякий случай. Потому что я боялась, что я вот здесь не влезу. А, в принципе, я влезаю со свистом в него. Вот. Ну, очень хорошее платье. Тем более, что это 100% лен. И стоит оно 80 долларов. 79. 79,90. Карманы. В общем, такой, знаете, спокойный цвет. Очень мне нравится. Потому что, что называется, вот летом мы впервые в мир. Единственное, что длинные рукава. В принципе, льняное платье летнее. Но длинные рукава, мне кажется, как-то немножко... Ну, с другой стороны, вот, некоторые любят, чтобы был в длинный рукав. Хотя, мне кажется, если бы он был вот такой вот, три четверти какой-нибудь, чуть-чуть ниже локтя, было бы лучше. Ну, в принципе, его можно здесь вот здесь, на манжете есть пуговица. Манжеты нужно расстегнуть и закрутить кверху, так что, чтобы он не был длинный. Вот как-то так сейчас покажу. Видите, вот так вот можно закрутить его. И он перестает быть длинным. Что, в принципе, я думаю, так имелось ввиду. Если вам надо, то вы можете его... Вы можете его вполне отпустить, и будет длинный рукав. Хорошее платье, карманы, классное платье. Тем более лен, тем более 80 долларов. Оно не такое дорогое. Хорошая длина, очень симпатично. Я еще принесла с собой такой пиджак. Очень интересный тем, что у него, видите, у него большие карманы с пуговицами. Очень красивый горчичный цвет. Единственное, что это размер медиум, он не маленький. А в LARCH не было размера, к сожалению. В магазине очень мне понравился его цвет горчичный. И это стопроцентный лен. И подкладка стопроцентный ацетат. Стоит он 120 долларов. И вот такой вот симпатичный пиджачок. Может быть, даже с этим платьем не самый лучший вариант. Я сейчас померю, знаете, что с своими джинсами и вот с этой футболкой, с которой я примеряла юбку. Давайте посмотрим, как это будет вместе выглядеть. Мне кажется, что должно быть неплохо. Решила я померить этот пиджак с футболкой и с джинсами. И вот, мне кажется, очень неплохо. Потому что у него такая хорошая длина, как раз все прикрывает. И цвет такой, знаете, с джинсами классно выглядит, горчичный цвет. Единственное, что мне, конечно, нужен был бы ларш, потому что, видите, он мне так... Вот если я тяну живот, то я могу его застегнуть. В принципе, его не обязательно застегивать, но все равно, у меня как-то в плечах маловато. Вот здесь, в принципе, должен был бы быть немножко побольше. И было бы в самый раз, в самый класс. Тем более, что пиджак чисто линяной, совершенно стопроцентный лен. Я хочу вам сказать, девочки, что я совершенно не понимаю людей, которые вот относятся к Заре, как к какому-то помойному баку, в котором продается мусорный магазин, в котором продается одна синтетика. Вот все вещи, которые я сегодня принесла, в них нет ни грамма синтетики, ни в одной из них. Хлопок, верхоподкладка, хлопковое платье, няное платье, лен и вискоза в этой юбке. Футболка на мне, конечно, стопроцентный хлопок и стопроцентный линяной пиджак с ацетатной подкладкой. Ну, то есть, можно там спорить, что вискоза, ацетат, это они хлопок и не лёг. Но, тем не менее, я думаю, что даже в дорогих магазинах, в очень дорогих магазинах, если линяной пиджак, ацетатная подкладка, это вполне-вполне-таки приемлемые вещи. И за эти цены, ну, я не могу сказать, что очень дешево. Вот, 120 долларов в платье, 100 долларов, линяное 80, юбка 69, юбка недорогая, пиджак 120, футболка 13, по-моему. Так вот, это не так, что прям дешево, совсем бесплатно, но, в принципе, я считаю, что для чистого льна, хлопка и так далее, цены не такие уж ужасные. Опять спичь в защиту Зары, я, как всегда, являюсь её большим поклонником, поэтому я всегда нахожусь... Нет, ну, правда, что я хочу сказать, что я совершенно не понимаю вот этих вот фу-фу, Зара, сплошная синтетика. Никакая не синтетика, здесь очень можно найти очень хорошие натуральные вещи. Всё, девочки, за всем я буду с вами прощаться. Сегодня были вот такие примерки, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Увидимся в следующем видео, совсем скоро. Подписывайтесь, ставьте лайки, не жалейте. И всем привет из Канады, пока-пока-бай!